Добрый день, всем привет! С вами Маша Каганович, я маркетолог компании WesternBit. Наша компания помогает продавать ваши товары на международных маркетплейсах, принимает оплату, а также помогает доставлять их до двери покупателя. Итак, в этом ролике мы поговорим о 10 стилях интерьерного дизайна, самых популярных в Америке и в Европе. То есть, таким образом люди украшают свои дома, ну, или они думают, что они украшают дома в этих стилях, на самом деле люди очень часто путаются, поэтому, если вы хотите создать свой красивый дом в каком-то определенном стиле, или, ну, так как мы делаем ролики для продавцов на маркетплейсах, то, возможно, вы хотите создать правильный бренд вашего магазина, то есть то, что подходит для ваших товаров, какой фон делать за вашими фотографиями, или, возможно, какой макап использовать, да, и если вы производите какие-то товары для дома, кстати, включая картины, то этот ролик будет, безусловно, для вас. Смотрите, я в этом ролике объясню в подробностях эти стили, я расскажу о их главных элементах, характеристиках, цветовой гамме, и, кстати, следующий ролик я обязательно сниму о интерьерных картинах, то есть те картины, типа картин, которые подходят под каждый из этих интерьерных дизайнов. А если вы еще не подписались на наш канал, и вам нравится такой контент, то, пожалуйста, подписывайтесь и ставьте ваш лайк и комментарий, что вы думаете по поводу роликов насчет интерьерного дизайна, может быть, какие у вас есть еще идеи, что бы вы хотели бы, чтобы я снимала в будущем. Я надеюсь, что этот ролик и следующий про картины будут действительно очень полезны и интересны для вас. Итак, давайте сразу начнем с первого стиля. Он называется богом, или, другими словами, боемен. Это одно и то же, то есть сокращенно богом. Этот стиль, он, ну, был популярен, наверное, последние 50 лет, очень сильно в Америке, просто потому, что он достаточно недорогой, очень легко и просто подобрать и сделать красивый интерьер в этом стиле. Он такой, знаете, цыганский стиль. Стиль разных народов, разных культур, люди, которые любят путешествовать, или такие, что называется, artistic, то есть такие люди искусства, или коллекционеры, или, ну, в общем, очень часто это молодые люди любят украшать свои дома в этом стиле. Почему? Потому что он так называемый стиль эклектик. Эклектик, это значит, что там можно собрать много разных стилей и делать такие слои, знаете, наслаивать. В таких домах совершенно отсутствует принцип минимализма. И, кстати, что касается картины или украшений на стену, то их тоже обычно много. Его можно сделать как очень красочным, как и однотонным. То есть, если его делают однотонным, то обычно это такой белый, бежевый, такие пастельные тона. Очень часто это вязаные вещи, или плетеные вещи, или макраме. Кстати, если вы делаете макраме, то точно нужно использовать интерьер и стиль вот этот бога, богимен. Переходим ко второму стилю, который называется mid-century modern, или, наверное, называется середина века. Этот стиль появился где-то в середине 40-х годов и продолжался до 70-х. Я это называю стиль ножек в разные стороны. Это, собственно, такое название. Если вы видите какие-нибудь предметы мебели, интерьера, там, где худенькие такие, тоненькие ножички, палочки, и очень часто они или прямые, или они вот так вот идут в разные стороны, то вот вы точно не ошибетесь, это стиль mid-century. Обязательно должны присутствовать ножки. Какие главные цвета этого стиля? Синий, зеленый, желтый и оранжевый. Оранжевый, я бы сказала, или такой рыжий. Это вот самые главные такие цвета. Если вы видите какую-нибудь мебель оранжевого оттенка, то, скорее всего, очень часто это будет именно этот стиль. Обычно в таких домах немного вещей. Тут очень важно иметь такое большое пространство. Очень часто, кстати, это закругленные такие диваны или простые квадратные, прямоугольные, то есть чистые простые линии. Кстати, этот стиль также называется ретро. Ну, это как бы синоним для этого стиля. И не забудьте, пожалуйста, про пластиковые стулья. Они тоже очень популярны, подходят к этому дизайну. Итак, следующий, третий стиль называется farmhouse или деревенский дом. Здесь синонимы rustic, primitive, peasant. Это все вот такие вот популярнейшие стили современных домов. Что здесь важно сказать? Что очень часто в наше время дома просто изначально строятся в этом стиле. То есть если ваш дом или, ну, если вы украшаете свой дом, не построен таким образом, что это значит построен таким образом? Это значит большие такие деревянные балки на потолке, высокие потолки, черные окна, да, большие какие-то камины, много дерева. То есть если ваш дом не построен таким образом, то этот стиль, ну, наверное, лучше не использовать. Значит, здесь очень важен контраст. Вот черное, белое и дерево. Что сюда подходит? Мебель с какими-нибудь крестами или не только мебель, но и дизайн интерьера. Очень часто это делается лестница или какая-то стенка, да, имеет на себе такой крест X. Часто используются какие-то овечьи шкуры, да. Много, кстати, используется ковров. Если это мебель для кухни, то это простой такой дубовый какой-нибудь, знаете, деревянный стол и лавка к нему. Не стулья, а лавки. Ну, кстати, не обязательно, можно и стулья тоже. Но если вы видите вот такой большой деревянный стол и лавку, то, скорее всего, это подходит к именно фармхаусу. Ну, что еще можно сказать? Состаренная мебель, много дерева, много такого простого, ну, вот, как сказать, примитивного, да, изначально, кстати, эти вещи очень популярны на Etsy, очень много продается именно вот в таком стиле разные украшения для дома. Обычно они сделаны из дерева и часто необработанного дерева, да, то есть такое все очень raw, да, сырое, сырой материал. И это могут быть черные металлические люстры. Переходим к четвертому, очень-очень всегда, вечно популярному стилю, очень дешевому, называется скандинавский, скандинавиен. Ну, что я вам могу сказать? Одним словом описать этот стиль. Это окея. Наверное, всем очень хорошо известен этот стиль. Он популярный среди молод... да нет, не только молодежи. Вообще, в принципе, все его любят использовать, потому что он очень простой, комфортабельный, функциональный и уютный. То есть здесь подушки, здесь ковры, здесь покрывало. Очень часто, кстати, вот в океи можно купить такие меховые покрывало на стуле или на кресло. С одной стороны, там нет так много разных деталей. Он очень достаточно такой простой, то есть нет каких-то витых, да, или каких-то интересных изгибов в мебели. То есть все очень просто. Но с другой стороны, мягко, уютно, комфортно, пледики, да, коврики. Почему этот стиль так привлекает людей? Я знаю, если вы бывали в Норвегии, в Финляндии, в Швеции. Это такие приятные, красивые, разноцветные домики. Многим людям нравится путешествовать в эти страны, нравится эта культура и как выглядят их дома и снаружи, и внутри. Здесь хорошо добавить какие-то растения, нужно, чтобы было много света. По поводу цветовой гаммы я бы сказала, что все цвета, они такие немножко с добавлением чего-то серого. Следующий стиль – modern, современный стиль. Это большое пространство, высокие окна, абсолютный минимализм, только прямые линии, то есть какие-то ясные, чёткие, понятные. Очень много тёмных цветов, и очень часто это контраст, чёрный-белый. Очень часто такие дома делают исключительно только в белом цвете. На самом деле этот стиль очень простой, с одной стороны, а с другой стороны очень сложный. Почему-то люди из Советского Союза больше всего, ну вот раньше, по крайней мере, когда мы приехали в 90-х годах, очень любили этот стиль. Я не знаю, может быть, он как-то ассоциировался с богатством в Америке, с новой жизнью, я не знаю. Но вот эти вот чёрные лакированные стенки и красные диваны, кожаные диваны. Извините, я знаю, что вы меня, возможно, сейчас закидаете гнилыми помидорами, я очень не люблю этот стиль. И на самом деле тот дом, который действительно ясно и чётко сделан в таком стиле, он может быть очень даже красивым. Но с этой точки зрения это достаточно сложно, потому что часто люди добавляют какие-то элементы из этого стиля modern, а всё остальное оставляют там в традиционном. Стиль modern не терпит никаких других добавок. Поэтому здесь очень важно соблюсти вот эту вот правильную линию, чёткую, да, прямых и ясных линий. Но давайте поговорим лучше о том, как создать этот стиль правильно. Значит, какие цвета ещё раз мы используем? Чёрный, белый, серый. Очень часто на ящиках и дверцах там нет ручек, например, да? Это такой чистый-чистый стиль. Из материалов часто используется сталь, хром, стекло и, наверное, кожа. Да, но только с этим делом нужно не переборщить. Итак, следующий стиль это traditional. Traditional, традиционный. Кстати, какие ещё другие слова-синонимы подходят к этому же стилю? Traditional – это luxurious, classical, elegant. Все эти слова, они, конечно, не совсем синонимы, да? Элегантный, классический, шикарный, например. Но, в общем, этот стиль, этот дизайн, он был более всего популярен в середине 18 и 19 века. Это орнамент, это изгибы мебели, это занавески. Как вы видите, мой дом, он именно в стиле traditional. Что сюда подходит? Это хрустальные люстры, бронза. Самый, наверное, популярный металл, с которым украшают дом. Ну, кстати, и золото, и серебро. Используются разные оттенки. Дома можно сделать очень яркими, да? Или, наоборот, однотонными. Мебель сделана из такой толстой парчи, знаете, такой хорошей, добротной ткани. Обычно такая мебель намного дороже стоит. Или это бархат, или такая каретная стяжка. Но что здесь очень важно, это то, что должны быть, эта стяжка должна быть ромбиками. Потому что, если это квадраты, то это подходит к mid-century modern. Если это картины, они обязательно должны быть в какой-то красивой рамке. Эта рамка, она обязательно должна подходить под другие элементы. Предположим, под балку, на которой вешаются занавески. Или другие элементы. То есть, если вы уже, предположим, выбираете бронзу, то уже оставайтесь с этой бронзой. Или там золото, или серебро, или там сталь. Кстати, сталь используется очень мало в традиционном стиле. Итак, переходим к следующему стилю. Если вам кажется, что этот традиционный стиль очень устарел, и что, может быть, у вас есть какие-то элементы мебели этого старого традиционного стиля, очень часто люди тогда берут вот эти элементы и используют в другом стиле, который называется transitional. Transitional – это такое сочетание традиционного стиля и более современного, modern. Transitional стиль чаще всего делается в однотонных, бежевых, серых, белых таких, бело-бежевых и серых тонах. Часто используется темное дерево. С одной стороны, transitional – это традиционный дом, но с таким современным вдохновением. Или наоборот, современный дом, но с традиционным вдохновением. То есть можно назвать его в какой-то степени эклектик, потому что вы можете собрать разные типы, нескольких разных стилей и дизайнов, и собрать их в одно. Ну вот я думаю, что на картинках вы понимаете, о чем идет речь. Например, очень часто у людей есть какая-то старая мебель, или наоборот, современная мебель, и они добавят туда какую-нибудь маленькую подушечку расцветки дамаск. И это сразу сделает это более в стиле transitional. Получается такой замечательный баланс. Итак, переходим к следующему стилю. Он очень был популярен в 90-х годах, но сейчас вот мода 90-х опять возвращается, поэтому мы обязательно поговорим о нем. Это стиль industrial. Ну, industrial стиль, опять-таки, создать у себя дома, вот просто в обыкновенной там в доме или в квартире, очень тяжело, если дом не был изначально построен таким образом. Ну, здесь очень все просто. Это очень высокие потолки, знаете, как склад такой вообще, когда нет потолка, и там какие-нибудь трубы на потолке. Это какая-нибудь кирпичная стена. Кстати, кирпичная стена – это практически обязательный элемент. Люди, которые хотят создать такой стиль, они даже часто обои или там красят дом в цвет кирпича. Ну, я бы сказала, большие, индустриальные, такие черные стальные окна, мебель, кожа, дерево, обязательно лампа Эдисона. Это такая старинная лампа, которая дает такой приятный желтый свет. Ну, наверное, это черная лампа, скорее всего. И я бы сказала, вот что-то такое в элементах этого дизайна должно быть такое сырое, знаете, кстати, похоже на фармхаус, такое что-то незаконченное. Но если фармхаус – это черное, белое дерево, то в нашем индустриальном стиле это больше сталь, металл, черные трубы и кирпич. Итак, переходим к следующему, наверное, очень-очень женскому стилю. Мало таких домов, которые делают таким… в таком дизайне мужчины. Называется French Country. Это одно из разновидностей традиционного стиля. Ну, чем он отличается? Есть еще, наверное, Шеби Чик, тоже вот, да, из той же оперы, что и French Country. Здесь очень важно светлая мебель. Такая, знаете, состаренное, покрашенное белое дерево. Белое, серое, голубое. Очень много цветов, мебель изо льна. Да, важно. Лен. Это хрусталь. И такой огромный каменный камин, да, мне представляется, светлый. Я бы сказала, что опять, если сравнивать его, например, со стилем Farmhouse, где присутствует вот очень много контрастов дерево, черное и белое, то в стиле French Country нужно полностью избегать контрастов. Завитушки, юбки на диванах, ковры. Итак, переходим к следующему, последнему, современному, вот в 22-м году, особенно в конце 21-го года, особенно вошедшему в моду. Это, ну, назовем его такой contemporary, да, то есть совершенно современный стиль в тренде сейчас, который называется Jump Indy. Это сочетание японского, стиля японского минимализма, и скандинавского, то есть Jump, название от японского, Japanese, и Scandinavian, да, Jump Indy. Это практически вот все, что мы говорили о скандинавском стиле, то есть мебели светлого дерева, но только заниженная, да, потому что в Японии там очень часто мебель такая низкая. Это какая-нибудь веточка сакуры, ветка с вишневым цветом, это, может быть, какие-то круглые элементы. Знаете, в Японии они очень ценят отсутствие перфекционизма, то есть есть какие-то недоделанности или какие-то изъяны, ну, кажущиеся изъяны, но это специально сделано, да. Это, как я уже сказала, минимализм, то есть в таком доме не должно быть много вещей. Часто такой дом украшают такими японскими вазами, часто они имеют в себе трещину или маленькие такие японские чайнички. Из скандинавского стиля сюда добавляются вот эти вот мягкие подушки, покрывало, то есть добавляется акиевский, скандинавский уют. Итак, мы поговорили о 10 самых популярных интерьерных дизайнов на Западе, и я надеюсь, что вы нашли что-то новое, интересное для себя, для вашего бизнеса, для вашего дома. И очень вас прошу, пожалуйста, оставьте какой-то комментарий, что вы думаете по поводу вот такой рубрики интерьерных дизайнов, какие еще видео вы хотели бы видеть, такого плана у нас на канале. И если вам понравился этот ролик, то, пожалуйста, не забудьте поставить лайк. Большое спасибо за внимание. Всем пока!